Всем привет, с меня добро пожаловать на новое видео и сегодня мы учим английский по сериалу Друзья. Ваши любимые сериалы это отличный способ находить актуальную лексику, хоть сериал Друзья немножко постарше. Там очень много вот этих вот классических выражений, которые в принципе никогда не умрут. И сам сериал о простой жизни, простых людей, молодых, взрослых людей, которые разбираются со своими жизнями. Поэтому этот сериал всегда будет актуален как и в культуре, так и для изучения английского языка. Поэтому поехали! Keeps leaving. С глаголом keep мы всегда используем герундий. Keeps leaving. Keep talking. Keep doing. Keep working. I really wanted to take Kathy to this. I can't believe I missed it. Hey, you know, at least you have somebody to miss that stuff with. Hate being alone this time of year. I really wanted to take Kathy to this. Take кого-то to название мероприятия. Таким образом вы будете говорить о том, что вы хотите пригласить или позвать, или взять кого-то на какое-то мероприятие. Мы не будем использовать предлог on, мы будем использовать предлог to. Take Kathy to this. It doesn't even have to be a big relationship, you know, just like a fling would be great. Really, I didn't think girls ever would just wanted a fling. Fling – это существительное, которое мы описываем, какие-то романтические отношения, которые не являются серьезными отношениями. То есть они не парень и девушка, они ничего официально не решали, не заявляли. Это просто fling. I didn't think girls ever would just wanted a fling. Well, let me tell you something. It's been a long time since I've been flung. Well, I know what I'm giving you for Christmas. Вот тут очень интересно. Она говорит It's been a long time since I've been flung. Fling – это не глагол, а существительное. Но она из него сделала глагол и поставила его в третью форму. И таким образом она в это предложение включает сексуальный контекст. It's been a long time since I've been flung. Все сразу понимают, о чем она говорит. И она так не ругается, не говорит It's been a long time since I've been flung. Но она это и имеет в виду. И это понимают все, особенно Джоуи. There are some nice guys in my office. You want me to set you up? Yeah. Во-первых, обратите внимание, как построен вопрос. Want me to set you up? Правильно этот вопрос будет звучать Do you want me to set you up? Но часто в неформальном разговоре в английском языке, когда дело доходит до вопросов, мы убираем первый вспомогательный глагол и часто убираем само подлежащее. И поэтому Do you want me to set you up? превращается просто в Want me to set you up? И так понятно, о чем вопрос, кому он адресован. Нам не нужны вот эти вот все лишние вещи, что в грамматике обязательно нужны. Не забывайте. Set you up. Это свести тебя с кем-то. Ты хочешь, чтобы я тебя с кем-то свел из этих вот парней в моем офисе? Wait a minute. It's been a long time that I've been single. How come you've never offered this before? Present perfect, потому что мы говорим о результате, о том, как прошлые события влияют на нас сейчас. То есть это не то, что она говорит, я вот когда-то была одинокой, нет. Здесь она говорит, что все это время, уже долгое время у меня не было парня. Present perfect, это настоящее время. Если мы просто используем здесь past simple, I was single, то тогда тут уже смысл меняется, и мы говорим о каком-то прошлом, то есть как будто бы сейчас у нее уже есть парень. Здесь контекст не тот. То же самое. Present perfect с тем же самым смыслом. Не просто почему ты в прошлом когда-то мне не предложил этого, а почему ты до настоящего момента не предлагал мне вообще все это время. Well, I have a girlfriend, I'm happy. So I no longer feel the need to go out of my way to stop others from being happy. Okay. Go out of my way. Да, я уже... No longer, тоже, кстати, интересно. Да, не просто I'm not, I don't go out of my way. I no longer. То есть раньше я так делал, уже сейчас не делаю. Go out of my way это сделать что-то, несмотря на то, что вы это не должны делать, или может быть вам это не особо удобно. То есть я уже не делаю все возможное, чтобы предотвратить счастье других людей. То есть представьте, у вас есть вот этот вот ваш путь, да, your way, и вы по нему идете и никуда не сворачиваете. Go out of my way. Это вам нужно свернуть с вашего пути на секунду, хоть вам и неудобно. У вас есть свой путь, по которому вы должны идти, но тут вам... Неудобно, но приходится. И вот, что эта фраза из себя представляет, какой смысл она несет. I have to go out of my way to drive you home. Да? Это может быть буквальный смысл, что мне не по пути вести тебя домой, сворачивать своего маршрута, чтобы вести тебя домой. А может быть и не в буквальном смысле. Я занят, у меня другие дела, и у меня на это нет времени, но вот я должен все сдвигать и менять свои планы, чтобы вести тебя домой. Окей, следующая сцена. Go get them. Вы услышали, как это произносится? Еще раз. Еще одна носительская фишка. Go get them. После слов get, в основном, это в любых, в принципе, словах, когда слово заканчивается на согласный звук, из этих местоимений him, her, them мы убираем первый согласный звук полностью. Get them. Get her. Вместо get them или get her. И сама фраза go get them, это просто фраза, которую используют люди, когда они хотят сказать, постарайся, сделай все, что в твоих силах, сделай все возможное, чтобы получить желаемый результат. Go get them. Throw a party. Так мы говорим о вечеринках, когда мы говорим организовать вечеринку. Не organize a party, а throw a party. Бросить вечеринку, да? Я не знаю, как можно еще перевести более сленгово. Что-то is not for another month. Значит, что через месяц, ее день рождения через месяц. Запомните очень хорошее выражение, которое может заменить вам вот эти вот банальные next month. Not for another month. Okay, but if we throw a party on her birthday, then it's not a surprise. I think that's a great idea. Yet we can have a dinner party and just to fight our close friends. Росс, we're having a surprise party for Rachel. Okay. Done. И здесь тоже очень интересно. If we throw her a party on her birthday, it's not a surprise. Да, если мы организуем вечеринку ей на ее день рождения, то это уже тогда не сюрприз. Грамматически вернее было бы использовать скажите мне, какой? Первый, например, it's not going to be a surprise, да? Или it won't be a surprise. Или даже второй. If we threw her a party on her birthday, it wouldn't be a surprise. Okay, great. So do you want to do it together? I would love to do it together. You're going to do it together. Okay, вот это сложная шутка. Давайте по строчке. Great, want to do it together? Да, круто. Хочешь делать это вместе, говоря про организацию вечеринки. I'd love to do it together. Да, я бы с удовольствием сделал это вместе. Вне контекста вечеринки. Это очень глупая шутка, очень детская, ну не то чтобы детская, но можно сказать подростковая шутка. You want to do it together? Можно еще интерпретировать, как хочешь ли ты заниматься сексом. You want to do it together? I would love to do it together. And then they came back from smoking and they had made all of the decisions without me. Рэйчел говорит о том, что ее коллеги по работе ходят курить и там общаются о работе, так как она с ними не ходит, она все это пропускает. They came back from smoking past simple and they had made all of the decisions. Past perfect Past perfect это прошлое прошлого. Идеально применимое время в этой ситуации. Она рассказывает историю из прошлого. И, конечно, в любой истории у нас есть слои. У нас есть прошлое, которое в данной истории является для нас настоящим. и есть еще более глубокое прошлое. Они сначала приняли решение и потом они пришли обратно с перекура. И вот, что это время здесь означает и вот для чего мы его и используем. Past perfect это прошлое прошлого. It's like I'm being punished пассивный залог. Почему? Потому что фокус на ней. Она говорит о себе и ее речевой фокус нацелен только на себя. It's like I'm being punished. То есть, она не говорит they're punishing me. Это время present progressive в пассивном залоге. I'm being punished for not having герундий. Герундий превращает глагол или придает глаголу функции существительного. То есть, я наказана за неимение for not having. They'll be smoking making the decisions Время future progressive Мы используем это время для будущих событий, которые мы хотим описать как длительные. Либо длительные в один момент, либо повторяющиеся на длинный промежуток времени в будущем. И когда Ким захочет повысить кого-то из нас кого ты думаешь она выберет? Меня или Смоуки Смокерсон И здесь она из слова smoke курить создает имя и фамилию. И это тоже сделано с целью пошутить. Ну и вот, друзья, я включил просто абсолютно рандомные эпизоды, рандомные сцены и попытался найти потому что в каждом клипе что-то-то и можно найти. И таким образом вы должны смотреть сериалы, ваши любимые сериалы. Анализировать, находить, выписывать, повторять, изучать и практиковать. Всегда практиковать. Поэтому все, что вы узнали из этого видео практикуйте, старайтесь и ваш английский станет уже богаче только с просмотра этого моего видео. Ну и дайте мне знать в комментариях внизу какие сериалы вы хотите со мной посмотреть еще на этом канале в похожем видео. Удачи! Увидимся в следующий раз! До свидания!